привет народ и сегодня у нас часы от сиоми а именно от amazfit но все знают что это сиоми ну я думаю что все знают с выходом mi band 2 прошло уже много времени и никаких новых mi band of пока не выпускается так что мне кажется вполне неплохой вариант это у нас не такие уж прям умные часы да похоже на apple watch но как больше наверное трекер спортивный трекер но в виде часов вставляется в такой коробочке здесь у нас здесь у нас не знаю модель написано нам только и больше ничего интересного потому что все остальное надо переводить подходит под android 4 0 и выше и ios 8 0 и выше после черной бумажечки у нас вот такая беленькая коробочка беленькой коробочки об сами часы часы небольшие так коробочку раздербанил больше ничего нету интересно где зарядка наверно где-то внутри так часы какая-то корка и вот здесь наверное у нас зарядочка будет до площадка для зарядки и а по amazfit инструкция на китайском штрих-код для скачивания приложения и в общем то значит смотрите работает от 0 до 40 градусов содержит себе 190 миллиампер ную батарейку и заряжается 5 вольтами 300 миллиампер защищены по технологии ip68 то есть можно наверное спокойно под воду их сувать ничего с ними не случится а здесь у нас уже написано что подходит от android 4 4 а на коробке 40 написано вот так вот хитрый хитрый так опаньки опаньки мне нравится уже что-то снизу есть на часах такая надпись amazfit могли бы просто оставить как есть и думаю это было бы лучше хотя она не очень бросается в глаза но видно что похоже на apple до заказ под apple но при этом это у нас все пластик ремешки резиновые приятные кстати ремешки снимаются есть замочек то есть об и сняли ремешки сюда подходят 200 20 миллиметров и 200 миллиметров ремешок вот то есть можно поменять спокойно на тот ремешок который вы любите носить так кнопка давайте попробуем включить работает ли кнопка видать не работает так что я ставлю на зарядку а нет смотрите включился есть все на китайском есть две версии есть интернациональная и китайская ну так как денно ничего не понятно зарядка 66 процентов так как сейчас интернациональную нигде не купить я купил китайскую ну и сейчас буду видать не разбираться потому что фиг знаете что здесь ну по идее везде иконочки есть сейчас надо будет сесть разбираться о циферблаты как менять прикольно кстати довольно таки неплохой экран очень хорошо видно удивительно но не знаю так сейчас чем выберем давайте который был пускай он и будет так выбрали здесь мы выбираем режимы спорта не интересно моя яркость о можно даже ярче сделать куда 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 ярче ярче хочу сделать вообще огонь или на самом деле на камеру практически наверно не видно они сейчас видно ярче слабее ну-ка сейчас мы лайфхак минус свет кстати чем больше света попадает на экран тем лучше видно то что на нем происходит прикольно ладно оставим 3 как было так что у нас еще есть еще каких-то 2 2 менюшки версия прошивки кстати пока прошивки на интернациональную версию нету и здесь я не знаю что нет нет я видать что-то не нажал что-то произошло ладно сейчас я по разбираюсь установлю приложение и продолжим и так я немножко подразобрался поменял уже циферблат себе и сразу хочу сказать буду использовать приложение называется не fit также если он просто у меня был mi band и как бы у меня уже стоит mi fit я и пользуюсь им не только для ми бэнда но и для кроссовок и для весов вот если у вас ничего нету от xiaomi и для вас первый девайс то можете попробовать приложение само mosfet она в общем-то по функционалу абсолютно такое же только другой интерфейс я буду использовать mi fit еще раз повторюсь заходим заходим в профиль 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 а он уже в профиле и здесь как мы видим я уже добавил новые часики чайки называются mosfet bit чтобы добавить просто нажимаем добавить здесь у нас будет браслет чтобы заработали часы надо будет отвязать браслет сначала и потом нажимаем здесь часы для выбора будет двое часов все вместе еще кругленькие часики вот так что вам надо будет выбрать дальше заходим на сами часы и здесь все то же самое что и с mi band абсолютно все те же функции все то же самое единственное так настройки часов у нас здесь побольше немножко функционала то есть мы можем включить активность которыми нужна погода таймер компас будильник то есть можно пощелкать вот эти все галочки кому нужно что-то оставьте кому не нужно можете убрать в общем кому что что надо так сами часики после того как я поубирал там не нужно это что мне не нужно значит дом это у нас сколько я прошел пульс вот это наверное я не знаю достиг на своей цели или нет вот дальше сколько жёг калорий и сколько я просидел минут так дальше у меня будильник здесь можно включать выключать будильники которые у меня заведены компас знаю заработает он сейчас или нет компас компас нужно время чтобы компас заработал но компас работал я видел не знаю откуда мне кажется он берет наверное данные с телефона так компас заработал ну в общем вот такой компас все конечно на китайском и это очень и очень плохо и дальше у нас настройки первое можем выбирать циферблат и то есть например нам понравился циферблат мы зажали на нем палец здесь дальше выбираем вот эту желтенькую и теперь у нас вот такой циферблат экранчик кстати очень неплохой и я думал что он будет как бы засвечивать его будет плохо видно на самом деле его вполне отлично видно свайпом сверху вниз мы попадаем в меню где можем посмотреть сколько зарядки осталось и включить бесшумный режим например вот он так вот зелененький включается нажимаем еще раз он станет серый это значит мы его дезактивировали если мы свайп снизу сделаем попадаем еще в как меню я не знаю что здесь что здесь должно выводиться потому что все на китайском ждем ждем локализацию или какой-нибудь прошивку с переводом кстати после запуска сразу же обновилась прошивочка на 08 какую-то то есть даже первая прошивка еще по идее не вышло странно было выпускать товар в продажу без прошивки вот док-станция док-станция мне не очень понравилось проблема в том что я думал она магнитная просто берем вот так хоп да и примагничиваем на самом деле нет он туда часики туда не влезают да не примагничивается их надо туда вдавливать прям и реально именно вдавливать чтобы они прям защелкнулись и это как-то не очень клёво вот теперь наверное я я померю их покажу вам как они сидят на руке кстати еще один еще один минус который я нашел в данных часах ремень хороший а вот минус в том что вот эта застежка это пластик это полностью пластик и мне кажется могли бы сделать ну железную хотя бы пускай покрашенную но железную она реально пластиковая просто эта застежка и это не очень хорошо вот так вот выглядят часы на руке ну копия сио ой сио копия apple watch вот так что теперь теперь надо я думаю так теперь надо сюда зайти и поменять дисплейчик на вот такой аля монтана есть да если вам кажется что как-то плохо срабатывает экран на самом деле нет просто если какое-то время мы не пользуемся он блокируется и нажатие всякие переходы осуществляется после того как нажмем эту кнопочку или по нему два раза щелкнем как я понял вот но в общем монтана кто знает в курсе ставьте лайки подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте подписывайтесь на инстаграм всем пока